Привет, гору, и добро пожаловать в очередной эпизод. Биткоин снова 66 тысяч. Отличный отскок. Ставка финансирования 0002. Биткоин опускался на 63 500 долларов и отскочил на 66 тысяч. Я думаю, что сработала моя торговая идея. Этот сайт вы тоже можете открыть у себя на телевизоре – bitcoinprice.live. В этом видео посмотрим на графики по биткоину. Подпишитесь на канал, поставьте лайк, включите колокольчик и обязательно пишите комментарии. Задавайте вопросы. По комментариям пройдемся позже. Ну и давайте перейдем на графики прямо сейчас. Открываем рынки. Было на рынке небольшое восстановление. Тесла плюс 2%. Биткоин 66 100 долларов. Прекрасно. Биткоин в первом импульсе. А была ли это коррекционная волна? Вот в чем вопрос. Честно говоря, я так не думаю. Потому что коррекция слишком маленькая. Может быть выше должна первая волна протянуться на 72 тысячи. Потому что для коррекционной волны это слишком мало. И также смотрите, вчера зашли хорошие торговые объемы. 148 тысяч биткоинов было проторговано. А за день до этого 99 тысяч. Так что хорошие торговые объемы на покупку. Зашли эти объемы, когда биткоин опустился на 63. Ну давайте с недельного таймфрейма. Стохастик направлен вверх. Вчера пытался развернуться вниз, но хороший был отскок от 63 тысячи. Криптогру бот все еще держит сигнал на покупку, который он дал еще в феврале прошлого года. Этого бота вы можете получить на моих курсах по криптотрейдингу. Ссылка в описании под видео. Биткоин индикатор бот держит сигнал на покупку. Еще не переворачивался в продажу. Теперь опускаемся на дневной. Тоже хорошие торговые объемы. Хороший отскок вчера был на биткоине. От 63 тысячи пошел на 66. И это сформировало перевернутую голову и плечи, о которой я тут недавно говорил. Если так, то можем измерить расстояние. Я уже это и сделал. Пунктирная линия. Цель получается 80 тысяч по этой перевернутой голове с плечами. Это такая небольшая перевернутая голова на дневном таймфрейме. Если выходим из этой головы, то идем на 80 тысяч. Посмотрим, где там закончится первая волна. А та коррекция, которая уже была, я бы не сказал, что это коррекционная волна. Если вы посмотрите на предыдущие волны лета, которые я ставил. Вот, например, это были первые волны. Затем еще одни волны были. Первая волна, коррекция. Следующий импульс, самый большой. Затем следующая коррекционная волна. Финальные импульсы и коррекция ABC. Ну а затем мы начали новые волны лета. И теперь интересно, где закончится этот первый импульс. Я думаю, что как минимум мы должны пройти на 72 тысячи. Это означает, что следующий импульс в этих волнах будет больше. Теперь на четырехчасовой идем. Вчерашняя торговая идея не сработала. Опускался биткоин на 63 300, а мы ставили цену входа на 62 700. Не зашло. Но ничего. Мне нравится подбирать на крупных проливах. Поэтому следующую торговую идею поставим на уровень поддержки, который будет вот повыше на 65 172. Стоп лосс на 64 280. Тейк профит на 88 тысяч. Вот такую сделку можно было бы открыть на биткоине. Но есть также и более рискованный вариант. Но я смотрю, тут формируется бучий флаг и перевернутая головой плечи. Если вы хотите более рискованный вариант, то можно от локальной поддержки зайти, но с очень плотным стоп лоссом. Если не сработает, то тогда много не потеряем. Эта торговая идея более рискованная. Можно зайти от... Да, практически то же самое, что и по первому варианту, честно говоря. 65 172. Поэтому одна торговая идея. Заходим на 65 172. Стоп лосс на 64 280. Тейк профит на 91 тысячу. Риск 892 доллара. Опять же, серая метка справа – это цена входа в сделку. 65 172. Красная внизу – это стоп лосс. Сделка закрывается автоматически, если цена идет против нас. А вверху зеленая – это тейк профит. Но пока что напомню, что если вы хотите торговать вместе со мной, то под видео есть полезные ссылки. На Бэйбит регистрируйтесь, получайте бонус до 30 тысяч долларов. 2. Проходите мои курсы по криптотрейдингу, учитесь техническому анализу. Сначала пройдите курсы «Как торговать», а затем пройдите курсы «Законы денег». Будете знать, как сохранить свои деньги. Ну а после того присоединяйтесь к моему телеграмму. На балансе 578 500 долларов. На чуток упало, получается. Было 601 611 и опустился на 578. Поэтому за неделю чуток потерял. Примерно 20 тысяч долларов. Сделочка по биткоину в плюсе на 30 200 долларов. Плюс 74%. И ставка финансирования. Но смотрите, теперь негативные уже. Это странно. Вчера фандинг был позитивный, а теперь стал негативный. Поэтому получается теперь меньше лонгов становится. На торговом аккаунте я держу 17% в биткоине. USDT 38%, MCRT 14%, Dogecoin 10%, Uniswap 8%, WorldCoin 8%, Pocket 1.6%. А теперь почитаем комментарии. Жарь дальше, Гурум. Спасибо, Рейнджерс. Вопрос. Если ты увидел двойную вершину на стахастике и знаешь, что биткоин перекуплен, почему ты не закрыл свой лонг по цене 68? Если биток опустится снова на 59, ты же не зафиксируешь прибыль. И выйдешь в ноль. Хороший вопрос. Причина в том, что я не хочу фиксировать профит на первом импульсе. Потому что давайте снова на графике, чтобы вы лучше понимали. Вот смотрите, например. Давайте, например, вот прошлые волны иллюта. Я на них объясню. Вот эти. Смотрите, если бы я забрал прибыль на первом импульсе, это означает, что я забрал бы прибыль по цене 45 тысяч. Да, действительно, биткоин скорректировался до 38. Еще раз, опять же, как работают волны иллюта. Объясняю. Первый импульс. Затем коррекционная волна. Затем следующий импульс. Самый большой. Затем снова коррекция. И затем финальный импульс. И затем коррекция ABC. Это по классике. И если вы берете прибыль на отметке 66 тысяч, да, я мог бы заработать. Потому что разница есть между 66 и 63. Затем я мог бы, например, перезайти, и мы пошли на 72 тысячи. Но, опять же, это первый импульс в волнах иллюта. Это не тот случай, когда я хотел бы фиксировать прибыль. Я хотел бы забирать прибыль либо на завершение третьей волны. Потому что, например, финальный импульс, он иногда бывает не выходит выше, чем предыдущий импульс. Но, как правило, все-таки выше выходит. Но бывает, что и не выходит. Поэтому профит лучше забирать на завершении третьей волны. Но, тем не менее, вопрос очень хороший. Идемте дальше. Пожалуйста, не надо интро. Не очень хорошая идея, что ты все обзоры сваливаешь в одно видео. Делай разные. Одно видео по биткоину, другое теханализ Тесла. Это слишком много времени будет занимать. Записывать и загружать столько видосов. Не надо интро, не надо интро. Пишите, продолжайте писать в комментариях. Ставить интро или не ставить. Спасибо, Джеймс, за полезную информацию. Дай какие-то апдейты по Кьюбику. Он уже залистился на новых биржах. Какие там новости в проекте? Кьюбик я все еще держу. Ничего не продавал. Я жду, пока залистится на топовых биржах. Типа там Bybit, Binance. Если вы помните, то в прошлом году, в мае, я покупал Кьюбик. Я тогда был в Греции, в Санторине. Я купил Кьюбика на 5000 долларов. А затем он вырос, и все это стоило 500 тысяч долларов. 5000 долларов превратились в 500 тысяч долларов. 500 иксов. Поздравляю, кто покупал. А теперь Кьюбик упал уже. Упал уже на 70% или что-то типа такого. Поэтому те 500 тысяч долларов уже не 500 тысяч, 130 или, может, 200. Но, тем не менее, я-то покупал Кьюбик на 5000. Так что в профите по-любому. А теперь давайте посмотрим еще на эфириум. Эфириум и, может быть, Тесла. Тесла вроде начинает отрастать. Так, эфириум. 3 180 долларов. Но, смотрите, торговую идею-то закрыло по стоп-лоссу. С 3 500 опустился на 3000. Какое падение на эфири-то? После запуска эфириум ETF. Если вы посмотрите на дневной таймфрейм, то четко увидите паттерны. Первый импульс – коррекция. Следующий импульс – коррекция. Финальный импульс и коррекция ABC. И также биткоин внутри этого нисходящего треугольника. Внутри создается давление-давление. И выходим вверх, когда пройдем 70% длины. Поэтому, может, еще занять какое-то время. Я, честно говоря, рассчитывал на то, что прорвемся уже на запуск ETF, но... А, кстати, помните, я искал точку Си? Еще удивлялся. Почему ее нет? Коррекция ABC типа не завершилась. Я же тогда спрашивал сам себя, где точка Си в этой коррекции? Че, эфир туда не пошел? И похоже, что вот она точечка. Все срослось. Вот она, точка Си, на этом проливе эфира и нарисовалась. Я еще так думал, где же точка Си-то? Давайте, может, найдем. Где-то было видео такое. Что странно, я не понимаю, почему нет точки Си в этой коррекции. Это очень странно. И крупный паттерн формируется на эфире. Видели, да? Я как раз задавался вопросом, почему не закончилась коррекция ABC. Это пять дней назад было. И теперь вот она, получайте. И это означает, что волны Эллиота предыдущие закончились уже полностью. И теперь мы можем тянуть новые волны Эллиота по эфиру. Первая волна уже началась. И давайте тогда сейчас эти волны и проставим. Исходя из того, что мы видим на графике. Итого, первая волна уже началась. Встречаем сопротивление. Разворачиваемся. Отскок. Летим вверх. Снова сопротивление. Разворот. Я бы сказал, что-то типа такого будет. Вполне возможно такое для эфира. С запуском эфириум ETF. Возможно. Первая волна. Коррекция. Я же тогда думал, да где же эта коррекция ABC? Я же тогда спрашивал, да что за хрень там? Вот она, точка Си-то. Получайте. И теперь мы тянем новые волны Эллиота. Они уже начались. Посмотрим, куда приведет первый импульс. Помните, ребята. Замотайте на ус. От того, какой будет первая волна, зависит то, куда в итоге прилетит эфир. Все зависит от первой волны. И теперь давайте перейдем на Твиттер. Обязательно подпишитесь на мой Твиттер. 85 700 фолловеров. Это мое вчерашнее видео. Про биткоин и про Теслу. KYC против народа. Опять никакой свободы в финансовой системе. Да они должны преследовать преступников, а не всех подряд. Новости из проекта Magicraft. Запускается арена Лига Magicraft с призовым фондом в 3000 долларов. Кстати, ребята, Magicraft – это единственная в мире игра, в которой вы реально можете играть и зарабатывать деньги. Magicraft – это просто революционная технология. Я ранний инвестор в этом проекте. Это просто гейм-ченджер в индустрии. И вот запускается игровая лига с призовым фондом в 3000 долларов. Играйте и зарабатывайте деньги. Тесла в моем диапазоне покупок – 200 долларов. Но вчера мы увидели рост на Тесла. Биткоин – это не только про то, как заработать, но и как сохранить деньги. В общем, можете посмотреть сами мою ленту. Там много интересных... А, кстати, вот я интересный сделал твит. Основные типы скамов. Почитайте, вот этот пост, он реально очень важный. Первая схема – это фейковые профайлы, которых полно в интернете. Ну вот, например, если мы меня посмотрим по имени Джеймс, например. Вы увидите, что просто полно левых аккаунтов. Видите, да? Полно, десятки просто. Моя команда их пытается удалять, но они появляются снова и снова. Прям нон-стопом. Реально, мы их чистим, как можем. Или можете, например, набрать Джеймс Криптогуру. Единственный настоящий криптогуру – это вот синяя метка верификации. Но смотрите, сколько фейковых Джеймсов. Моя команда их удаляет постоянно. Так что, ребята, будьте осторожны. И вот почему я говорю, что это очень важный твит про скамы и всякие схемы разводов. Поэтому обязательно почитайте. Фейковые аккаунты, которые косят под знаменитости. Затем фишинговые письма. Ну, в общем, и так далее. Это очень интересные посты. Обязательно будет вам полезным. Пожалуйста, не надо интро. Спасибо, Джеймс, за твои видосы. Привет тебе из Лондона. Камала обрушила рынок. Ты прикалываешься или что? Спасибо, Джеймс. Люблю тебя и твой канал. Джеймс, привет тебе из Нью-Йорка. Сделай теханализ Юнисвап. По Юнисвап сделаю завтра. Какие платформы использовать для торговли акциями? Я лично пользуюсь услугами Чарльз Шваб и Интерактив Брокерс. Это две мои любимые платформы. И, ребят, не забудьте у себя на телевизоре включить такой чарт. Тут, кстати, и мои видосы можно смотреть. И также телеграм-чат здесь тоже отображается. Еще там ребята добавят доминацию биткоина и какие-то другие показатели. Всем хорошего дня. Подпишитесь на канал, поставьте лайк, включите колокольчик. Обязательно пишите комментарии. Откуда вы? Задавайте вопросы. Пишите, какую монету мне проанализировать. Завтра я попробую сделать Юни. Всех люблю, обнимаю. И увидимся завтра. Субтитры сделал DimaTorzok